Печати наместников новгородского архиепископа 14 века, подвески и кольца, относящиеся к тому же периоду, наконец, наконечники стрел и другие атрибуты воинов древнего Новгорода. Все эти артефакты, итоги последних раскопок, которые проводились в этом году Институтом археологии РАН. В Доме Российского Исторического Общества открылась выставка и состоялся круглый стол, посвященный развитию российской археологии. В 2023 году раскопки велись в районе Великого Новгорода, ранее неизвестного могильника на берегу Оки и места, где в 1555 году проходила Судбищенская битва, крупное сражение между войсками Московского государства и Крымского ханства. Тщательное изучение этих находок позволяет существенно расширить наши знания о том, как жили наши далекие-далекие предки, об их культуре, верованиях, о том, как был организован их быт. Россия обладает исключительными возможностями для археологического поиска. Мало какая другая страна располагает такими возможностями и располагает базой для ведения археологических раскопок. Популяризация вот этого богатейшего историко-культурного наследия является одним из приоритетов российского исторического общества. Впрочем, специально организованные раскопки на месте древних поселений и курганов – это лишь малая часть того, что ежегодно находят в культурных слоях на просторах страны в ходе так называемых спасательных раскопок, которые предшествуют проведению строительных работ. На сегодняшний день именно они дают основной прирост археологических знаний. Полевые археологические работы остаются важнейшей формой научного изучения прошлого, дающей новое историческое знание и погружающей современного человека в исторические реалии ушедших эпох. Для археологов демонстрация новых находок, рассказ о раскопках по их горячим следам – особый жанр представления результатов своей работы, радость открытия еще свежа, первые впечатления острее и ярче. И несмотря на непростые обстоятельства, археологический сезон 2023 года по масштабам и продуктивности работ не уступал предшествующим. Судя по статистике выдачи открытых листов, общий объем работ не уменьшился, разведки и раскопки велись во всех субъектах Федерации России. Основной темой круглого стола, который состоялся после торжественного открытия выставки в Доме Рио, стало совершенствование механизма государственной историко-культурной экспертизы, предваряющей любые крупные строительные работы. Обязательным ее проведение для строителей стало начиная с 2014 года. Эта мера позволила уберечь от уничтожения множества ценнейших памятников. Только при строительстве скоростной трассы М-12 Москва-Казань удалось обнаружить более 370 тысяч археологических артефактов. Теперь, по прошествии времени, справедливым будет признать, что сам механизм историко-культурной экспертизы нуждается в дальнейшем совершенствовании. В этом процессе, безусловно, должны быть учтены и справедливые интересы всего общества, которое имеет право знать свою историю, и возможности научного сообщества по изучению археологических памятников, ну и, конечно, потребности ответственного строительного бизнеса. А для любого бизнеса главные сроки. В данный момент они нормативно не определены, и в каждом конкретном случае устанавливаются договором. Из-за того, что аттестованных экспертов не так много, а количество объектов огромно, процесс затягивается. В результате застройщик несет убытки и все чаще пытается привлечь к экспертизе частные, зачастую непрофессиональные организации. На данный момент лишь четверть всех раскопок проводятся профессиональными государственными организациями. Мы, конечно, отчетливо представляем себе, что далеко не все из вот этих 75% частных организаций являются недобросовестными, являются такими рогами и копытами. У них часто работают профессиональные археологи, те же люди, которые работают и в научных организациях. Но так бывает не всегда, а главное, что цель частной такой фирмы – это, конечно, как правило, не научные результаты, а извлечение прибыли. И мне кажется, здесь нужно провести анализ, какое количество выигранных таким образом конкурсов, проведенных работ частными организациями, заканчивается научными результатами – публикацией, статей, передачей находок на государственное хранение в музее и так далее. Для решения накопившихся противоречий уже в скором времени на площадке Рио создадут специальную рабочую группу, задачей которой станет выработка конкретных требований, предъявляемых коммерческим компаниям и всем, принимающим участие в спасательных раскопках. Планируется рассмотреть вопрос об увеличении количества сертифицированных экспертов. Служба информации фонда «История Отечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова